здравствуйте друзья добро пожаловать на канал даггер меня зовут и мурас и сегодня мы с вами будем собирать и дисси набор но прежде чем я перейду непосредственно к сбору и дисси набора давайте по нашей традиции сверим часы у кого что на кармане сегодня у меня на кармане sting xl магнокат лимитка у меня 85 номер кстати и если у вас лимитка магнокат пишите какого у вас номера так пишите какие у вас ножи сегодня на кармане мне это всегда интересно я с удовольствием всегда читаю ваши комментарии ну что давайте в режиме реального времени соберем с вами и дисси набор и здесь конечно же нам нужно ввести ряд ограничений первое ограничение это конечно же бюджет понятное дело что дисси набор может быть как не несколько тысяч рублей так и сотни и даже наверное миллионы рублей поэтому мы с вами ограничен бюджет до 10 тысяч второе ограничение это все мы будем искать на marketplace озон так сказать в одном окне в режиме реального времени чтобы все удобно в одном месте заказать и приехала а потом как раз таки подробнее разберем что мы собрали давайте составим список да и более-менее как-то раскидаем наш бюджет пределах как которого я буду искать те или иные предметы нож что касается ножа то здесь не будет никаких интриг я выберу нож от нашей компании dagger это будет линейка discover которая доступна на маркетплейсе и здесь на самом деле выбор пойдет на довольно таки классическую и очень понятную модель это будет в окет с черной накладкой и со stone wash клинком то есть черная рукоять светлый клинок и этот нож уже доступен снова на озоне следовательно вот мы его там и закажем второе что нам нужно мы найдем для нашего ножа какую-нибудь бусину бусина нам нужно третье что нам нужно нам нужно ну непосредственно я считаю что в dc набор должна входить ручка четвертое мультитул конечно же пятое это конечно же пауч пауч или кошелек органайзер куда ну большая часть нашего и dc набора мы как раз таки разместим шестое фонарик конечно же седьмое если останутся деньги я хочу найти какую-нибудь капсулу небольшую где можно разместить таблетки потому что непосредственно в моем dc до всегда присутствует вот такая вот коробочка где у меня ну это вот просто из сапсана где у меня лекарство от головной боли и на случай если будет какое-то пищевое отравление поэтому попробуем найти какую-нибудь капсулу что сможем там найти капсула и в идеале чтобы капсула была еще и как брелок или как ключница ну что давайте перейдем непосредственно к поиску кстати пишите в комментариях вдруг я что-то пропустил и надеюсь я смогу собрать за 10000 рублей неплохой dc набор несмотря на то что я уже определился с ножом это будет даггер модель покет да все равно давайте посмотрим что нам предлагает озон сразу установил фильтра 3000 рублей и конечно же выбор большой с одной стороны но с другой стороны вот чтобы взять что-нибудь из ножевого бренда выбор не очень большой но с другой стороны вот как я вижу можно найти бекер за 2400 да есть модель можно найти куча как видите я листаю кучу ноунеймов куча странных ножей они даже и дешевые не означает что они плохие но впрочем моя рекомендация вы это знаете да то есть выбирать ножевые бренды не выбирать ноунеймы не выбирать подделки ну что давайте перейдем непосредственно к поиску бусины я буду закидывать несколько вариантов в корзину потом я вам корзину покажу потом финализирую еще и вы посмотрите в итоге что я выбрал бусин на самом деле довольно таки большое количество и вот в нашем бюджете есть и за полторы но я вот думаю где-то за тысячу надо найти вот кстати ежик в тумане неплохо да то есть прикольный бусин дайте закинем вот стоит 892 рубля вот есть бусины вот и за 300 рублей я вижу да вот есть за полторы но вот вот эта тематика мне не нравится хотя возможно вам и будет нравится вот пущен и все что ли показать все а где бусины бусины для паракорда так принципе принципе вот мне бусина понравилась о я хочу какой-нибудь смешную бусину на самом деле вот смотрите какой-то муми тролль вот из мультфильма тоже стоит 436 рублей давайте тоже закинем пусть будет дальше бусин на самом деле выбор большое количество можно залипнуть поэтому я в финале наверное что-то выберу и уже когда приедет озон вы увидите давайте перейдем непосредственно к ручкам ручку я хочу на самом деле как бы вот ее сюда вбить я хочу ручку которая там но условно говоря затвором или как эта ручка называется дать просто в объем ручка и дисси да вот то что я имел ввиду но единственное вот эти модели мне не очень нравится потому что они очень мелкие вот тут хорошо как раз таки показано да то есть он вообще в руку ну будет неудобно да то есть ним писать это как там ручка запасная что ли чтобы она была вот именно с таким механизмом хочу что-нибудь более крупное найти что тут у нас есть вот вроде вот орех марк ручка для каллиграфии вроде выглядит знаете поближе посмотрю может быть есть даже а вот в руке да вот это уже покрупнее и как раз таки то что мне нравится единственное если другие цвета сейчас посмотрю но сразу давайте закину себе корзину пусть все все равно будет вот она у меня до закинуто что еще можно по ручкам посмотреть вот это уже 1300 ну тоже закину вдруг нам хватит бюджета так принципе по ручкам все понятно вот есть некоторые ручки которые мне нравятся переходим непосредственно к мультитул вам давайте посмотрим что можно найти какие мультитулы и на мультитулы наверное давайте так если мы нож взяли за три бусину взяли за тысячу ручка там грубо тоже в районе тысяч это пять тысяч то есть у нас уже половина бюджета ушло нам еще надо купить фонарик пауч ключницу и мультитул да давайте мультитул тогда до полутора тысяч посмотрим что нам показывает мультитул следовательно понятное дело мы сами не приобретем скорее всего викторинокс и лезерман но наверно сяоми нам будет доступно и так мультитул вот сяоми и давайте тоже бюджет сразу укажем до полутора тысяч готова и да вот есть вот вот этот мне нравится мультитул сразу вот с гаечным ключом давайте посмотрим поближе и посмотрим характеристики меня интересует ттх размеры 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 где у нас тут размеры длина в сложенном 11 а меня толщина интересует где у них толщина может тут есть на схеме здесь не вижу так вот еще здесь посмотрим почитаем вот реально этот хочу добавить в корзину почему потому что вот есть условно гаечный ключ нож муж с вами уже выбрали и есть другие инструменты ну давайте еще посмотрим вдруг есть еще с пассатижами вот хотя вот есть сяоми тоже неплохой но здесь не пассатижи а хотя есть вроде вот маленький пассатижи тоже нравится возможно да она небольшая точнее сам мультитул небольшой вроде да и есть пассатижи есть много инструментов дать закинем в корзину посмотрим вдруг будет вдруг этот решу приобрести что еще тут у нас есть в принципе вот за полторы тысячи а дать если не сяоми а просто другие мультитулы посмотрим но здесь уже смотрите мультитулы то что мы с вами в топе озона показывали тут ноунеймы следовательно ноунеймы я брать на наверное не буду вот все таки буду брать видимо сяоми переходим дальше дальше нам нужно купить фонарик давайте сразу в объем и dc фонарик и что у нас тут есть вот есть сразу бренды армитек nightcore давайте сразу nightcore посмотрим вот 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 ну 5000 на фонарик давайте выделим тоже полторы что нам покажет из nightcore из nightcore ничего из nightcore ничего мы не видим вот есть за 2000 за 2000 вроде небольшой вроде можно и на ключи не знаю не вижу можно ли повесить не давайте просто ручные карманные фонарики пока посмотрим какие есть еще что армитек предлагает и тоже цену давайте до трех тысяч точнее до полутора нам еще другие вещи собирать в армитеке есть возможность такой армитеке можем выбрать ну мне честно внешне ну закинем посмотрим что еще найдем ладно чтобы вас не задерживать фонарик еще буду искать смотреть переходим к паучу пауч это у нас и dc органайзер или кошелек органайзер да давайте вот и dc органайзеры можно до 1000 рублей найти давайте посмотрим вот в принципе смотрите да спереди можно положить какой-нибудь нож или тул сзади сейчас задняя сторона где заднюю сторону а вот сзади нету ничего так этот нам не подходит я бы хотел где-нибудь где бы я смог разместить два инструмента в кармашке у нас а вот что-то похожее нашел тут ручки единственные размещены не знаю поместится или нет но все равно закину в корзину потом поподробнее буду смотреть выбирать вдруг что-то найду и капсула ключница у нас да давайте просто так в объем капсула ключница может сразу найду что-нибудь интересное вот вот это я имел ввиду что-то похожее единственное надо посмотреть что туда можно вот вот прямо то что доктор прописал даже у меня он уже был закинут в корзинке это как раз таки вот такая вот капсула можно будет его прицепить и на пауч и на ключи и как раз таки носить с собой ну что можно сказать удалось 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 даже больше набрать за 10000 чем я изначально думал у нас удалось за 9 958 рублей в наш edc набор включить блокнот патч нож так пауч таблетницу ручку мультитул фонарик и бусину что касается темляка темляки я посмотрел конечно потратил кучу времени но последнее время я люблю такие вот маленького формата темляки поэтому я решил темляки которые уже продаются на озоне подобного формата не приобретать но что все вышло за 9 958 рублей еще у нас осталось 42 рубля ну на 42 рубля уже ничего не будем покупать ну что переходим к осмотрю что же мы приобрели ну что пару дней прошло все наши заказы приехали напоминаю мы собираем edc сет до 10 тысяч рублей и мне кажется мы в тютельку в тютельку уложились как раз таки в эту цифру и в этом видео будет показываться цены непосредственно которому платили потому что как вы знаете у озона было там скидки не скидки акции так далее поэтому цена там не всегда постоянно начнем непосредственно с ножа как я уже говорил как базовый dc нож я выбрал нож от нашей компании которую также продается на озоне это вокет он появился уже на озоне он там доступен есть его долго не было спрашивали почему непосредственно взял этот нож ну здесь все очень просто да во первых я взял классическую расцветку это черный рукоять светлый клинок также здесь механика все прекрасно взял непосредственно клинок drop point напоминаю что линейка discover это как раз таки для тех кто хочет познакомиться и мне кажется можно познакомиться и с drop point а дальше уже переходить на тинжалоиды так нож есть но помимо ножа мы заказали пауч пауч вот видим давайте сразу вскрою посмотрим как он выглядит ну честно говоря вроде все аккуратно за ту цену которую мы заплатили за этот пауч все хорошо что у нас тут есть в общем почему взял непосредственно такой пауч во первых для того чтобы разместить здесь нож какие-то инструменты ручку и так далее вот в нашем и 10 наборе внутри есть у нас один общий большой отцы отсек и есть еще кармашек по моему да просто 2 отсек тоже вот такой кармашек кошелек есть и дисси пауч напоминаю пауч это английское слово часто используется тогда и дисси кошелек органайзер итак попробуем впихнуть нож нож пролезает с трудом но следовательно доставать его будет вот в принципе влезла но как видите да тут на самом деле очень такие но здесь все вот погнулась некрасиво теперь выглядит поэтому дать я нож вытащу и мы с вами сразу будем еще и колхозить эти вот эти как раз таки строки этим ножом строчки мы здесь попробуем и снять по крайней мере вот у нас будет здесь вот непосредственно здесь будет большой карман вот этот маленький пока не буду оставлю как есть вот этот я как раз таки сейчас аккуратно с помощью ножа вот здесь изнутри наверно даже лучше так делать так вроде я с этой задачей справился и первая рекомендация да и мы делали это на скорую руку и честно говоря вот ошибка была в том что мы не посмотрели непосредственно габариты приобретаемого одессе просто больше ориентировались на больше ориентировались на этот как его на сумму поэтому пауч вот больше всего вот именно такой кошелек мне понравился за эту сумму ну что ну точечки остались но ничего страшного теперь по крайней мере нож вот комфортно заходит и ничего не мнется следовательно дальше будем набирать идем дальше заказал на самом деле две таблетницы в итоге остановлюсь на одном вот это непосредственно таблетница пилюля называется довольно таки крупная оказалась сейчас давайте его вскроем вот но в чем его плюс его плюс заключается в том что обратите внимание там есть кстати какие-то вот резинки для герметизации его плюс заключается в том что он вот разборный то есть здесь во первых можно по отсекам таблетки мне кажется в рюкзак самое то но с паучем тогда вот так на и 10 вот и большеват но в чем еще раз да говорю плюс вот можно вот так разобрать тогда если нам не нужно столько даже его немножко сделать более компактным вот в принципе даже вот такой вот подвесить там до ставить как брелок на ключи довольно таки много таблеток поместится вот эта таблетница мне больше понравилась менее габаритная кольцо кстати здесь больше почему то чем здесь да вот можно как раз таки кольцо перекинуть или вообще другое кольцо найти посмотрим здесь тоже у нас не здесь никакой ржавчины нету и в принципе даже вот емкость неплохая и тоже вот есть герметик чтобы чтобы таблетница была полностью герметичная вот непосредственно моя таблетница вы это видели в некоторых наших обзорах и дисси здесь у меня конечно больше здесь у меня что есть а во первых есть всякие там для свежего дыхания потом есть таблетка от вздутия живота и как раз таки можно вот одну или даже две отрезать и от головной боли у меня таблетка от вилл вот от вилл легко сюда одна таблеточка помещается и давайте отрежем 2 посмотрим здесь конечно нужны ножницы чтобы более по краям обрезать потому что так она не вставляется то ножницы не нашли но у нас есть нож так что ножом сейчас это все сделаем давайте для начала во первых посмотрим а если можно сюда уместить 2 от вилла вот две такие пилюли в принципе да если вам нужно только две такие таблетки с собой на и дисси носить от головы вот в принципе все очень хорошо помещается но уже мы конечно здесь никак не разместим другую таблетку то есть по сути на две такие таблетки с размером вот и 2 подходит дальше если мы возьмем вот эту баночку да вот такую таблетницу да здесь конечно вообще без проблем вот hop целиком там да вот эти две таблетки входят ничего не мешает и даже сейчас попробую вот раз и может быть даже два да вот по сути это конечно в качестве емкости намного лучше что касается мель мелких как раз таки вот сейчас операции на самом деле нож комфортно позволяет это делать но мне кажется вот с филдером было бы намного комфортнее потому что там вот есть вот этот чайлик можно но немножко по-другому танц ухват делать и мелкие вот работы делать хотя вот ничего не не мешает так вроде у нас все готово давайте попробуем вот там помпом пилюлю и таблетки получится нет нет вот такая вот загвоздка надо еще срезать то что брюхо торчит ну смотрите решать вам да вот мне конечно а вот может быть сверху получится вот такая вот конструкция да но так получилось так все так это моя таблетница эту таблетницу следовательно мы в наш и дисси набор не включаем потому что я выбрал черную следовательно мы его стоимость здесь покажем конечно же вам да но мы его наши дисси набор не включаем я честно говоря думал что этот будет поменьше вот хотя он более вместительный переходим дальше дальше у нас мы доказали маленький патч я выбрал патч сейчас вы увидите какой выбрал патч а к 511 на самом деле выбор патча не очень большой ну по крайней мере то что я смотрел связи с этим выбрал почему а к потому что вот у меня есть тоже от к ну сайга 545 исполнение ну 030 вот поэтому и выбрал вот этот вот патч дать сразу патч разместим здесь конечно надо еще добавить патч даггер добавим скоро вот вот так вот это вот пока выглядит идем дальше так вот здесь что у нас а здесь у нас по ходу бусина и какую же я бусину выбрал я выбрал я мне показалось такой весел ну не веселый а грустный но неплохая детализация стоимость тоже была единственный вот сразу да в чем минус подобных бусин у нас мне кажется таким является индейц это то что у него есть вот острые такие грани ну вот волосы да следовательно они такие чуть чуть острова той поэтому когда вы носите такую бусину надо понимать что она может цепляться и царапать когда мы будем уже ведь весь комплект собирать на темляк повесим и повесим на этот нож идем дальше что у нас тут не помню так а зажигалки в 10 наборе должна быть зажигалка последнее время мне очень нравится зажигалки клипер и продавались они наборами и из принтов которые были доступны там много на самом деле принтов мне вот ну понравилось понравился принт чекана по моему это называется это вот такие латиноамериканские если я не ошибаюсь татуировки где женщины в черепах вот какой я выберу все работает проверяем очень удобно и хорошие на самом деле зажигалки вот я себе возьму вот эту зажигалку остальное откладываем так идем дальше жигалка у нас может поместиться как и сюда хотя вот пауч помещается вот пауч на самом деле не очень удачно был выбран хотя помещается нормально да так что вот может быть здесь его оставим или же его легко также внутри разместить вот ну когда уже буду собирать непосредственно EDC посмотрим дальше переходим здесь упаковки нет никакой это блокнот почему блокнот ну непосредственно мне на EDC блокнот и ручка у меня всегда с собой во первых ножи какие-то зарисовывать идейки до новые идеи закидывать во вторых я использую блокнот для фиксирования задач которые мне необходимо делать задачи которые поручил сотрудникам поэтому блокнот мне жизненно необходимы я еще немножко олдскульный несмотря на то что у меня смартфон и можно делать заметки и так уже есть это мне как бы очень приятно это все делать в блокноте поэтому вот такой вот блокнот кстати очень по вкусной цене он получился да да мы его никуда не вложим но как бы и размер небольшой да то есть он в нашей DC будет входить блокнот фирмы брауберг стандартные и вот все как бы без дат как надо здесь на самом деле я вот это тоже часто использую мне подобные блокноты есть и они все почти расписаны здесь визитки закидываю как правило если я с кем-то встречаюсь визитками обменялись и закидываю визитки или какие-то ну можно и деньги иногда какие-то ну просто заметки куда-то посмотрим здесь помещается или нет вообще отлично влезла так что и на и дисси вот этот блокнот полностью подходит так что блокнот оставляем дайте распакуем по крайней мере мне кажется ручка здесь да и ручка у нас бастион я говорил что я как раз таки хотел искал у меня вот непосредственно сейчас на самом деле перевая ручка на и дисси да может кто-то скажет что это не очень удобно но я перевую ручку нашел как раз таки и в рюкзаке и очень комфортно на самом деле но я хотел вот именно всегда ручку с затвором попробовать с таким давайте вскроем упаковка на самом деле приятная и в подарок тоже может подойти даже неплохо посмотрим на комплектацию что у нас ручки так так то есть только ручка сейчас мы протестим дать саму ручку пока посмотрю ну мне честно говоря в руках не очень но это была единственная ручка доступная в таком исполнении то есть его можно здесь легко разместить вот полностью для пауча хорошо размещается даже посмотрим как пишет на самом деле очень удобно надо привыкнуть но очень удобно принципе дело привычки все работает хорошо в руке немножко сказать скользит немножко скользит так давайте попробуем как пишет о а пишет то неплохо так снимаем и дисси видео да пишет хорошо пишет хорошо отлично ручка есть фонарик здесь непосредственно так пришел из-за зона потому что вот штрих-код можно сверху на клеить давайте его откроем во первых тут кстати есть нажми для того чтобы попробовать эти нажмем посмотрим если там батарейки или нет вот это есть да эти проба и сейчас мы вскроем и посмотрим что да как на самом деле почему выбрал такой вот фонарик я конечно люблю фонарики армитек у меня есть фонарики армитек но со временем я понял что вот эти огромные тактические фонари не очень удобно носить на и дисси то есть одно время да я носил эти фонари на и дисси но со временем я понял что это не очень удобно и вот такие вот мелкие фонари у меня честно говоря забыл название давайте здесь выведем я тоже показывал свой фонарик очень доволен он чуть побольше форматом и вот этот фонарик сейчас вот от nightcore сейчас разберемся как тут все работает так двойное нажатие нам дает ultra low раз потом нажимаем еще вот делается ярче еще делается ярче и самое яркое а у нас тут получается 300 люминов максимальная дистанция 71 метр следовательно тут waterproof то есть если мы даже уроним в лужу тогда айпи 66 и по сути есть еще вроде от падения до что-то и поэтому и был выбран этот фонарик и мне кажется за этот бюджет да совсем неплохой что самое важное фонарик можно заряжать от юсб кстати в комплекте никаких шнуров не идет чтобы вы знали единственное что есть вот маленький карабинчик тогда так ставим сюда не знаю нужен ли нам будет карабин это мы еще посмотрим потому что может быть мы его просто разместим внутри пауча так мы что подошли почти к финальной части мы еще заказали мультитул и мультитул в этом бюджете я выбрал next tool это от сяоми довольно таки увесистый давайте откроем посмотрим на комплектацию ну что next tool какая здесь у нас комплектация в целом везде была комплектация так себе ну в плане там единственное там вот у night core да то есть ну просто блистер у ручки была коробочка но внутри ничего посмотрим что у нас next tool предлагает так next tool у нас идет непосредственно в такой вот чехле которым можно носить на ремне но это не наш случай то есть чехол сразу идет в коробке больше а есть инструкция инструкция есть все остальное это нам не нужно и сам мультитул интересно на самом деле увесистый у нас есть пилка у нас есть пилка у нас есть нож виде стамески но настолько он ужасный это даже хорошо над определенные задачи где вам жалко как раз таки использовать ваш десе нож как раз для этого вам и нужен подобный клинок например если что-то от скоблить или там даже если ну с клеем со скотчем то есть с этими задачами справиться за . не очень но как раз таки коробки вскрывать можно самое то что еще тут у нас у нас тут открывашка и плоская отвертка так крестовая отвертка да в принципе все и что и нужно на самом деле вы за этот бюджет были и другие а мультитулы и можно было бы другую взять но не было в этом бюджете ну по крайней мере мне внешне не понравились мультитулы где в этом бюджете были еще пассатижи а были больше мультитулы похожие на викторина классик где как раз таки в основном там пилочка и ножницы вот поэтому вот это более мне кажется функциональный мультитул честно говоря сама фурнитура которого здесь по качеству ну вы понимаете да то есть почему этот мультитул был таким доступным вот посмотрим здесь есть люфт вот эта часть люфтит посмотрим как здесь все фиксируется а ну вот здесь все люфтит конечно вот разводной ключ вот полностью с люфтами но я почему непосредственно его взял потому что разводной ключ может выполнять часть задач связанные с пассатижами там да ну понятно не полностью да где надо силу применять но вот эта часть мне не понравилось тот на самом деле очень большой люфт но не имея больше ничего и формат на самом деле вот этот мультитул чем еще хорош на размер как нож в профиле толщина такая же поэтому в плане идиси и мне кажется отлично подходит ну что друзья все распаковали впервые делаем подобное видео пишите в комментариях если вам подобный формат нравится я понимаю что 10 тысяч рублей это на самом деле не такая уж и доступная сумма поэтому если мы увидим интерес в этом видео мы попробуем собрать идиси следующее видео за 5000 будем более внимательно изучать подбирать какие-то иди все штучки чтобы как раз таки такой минимальный набор что можно собрать за 5000 рублей поэтому пишите комментарии ставьте лайки это для нас будет сигналом ну что давайте перейдем непосредственно к нашему идиси набору и начнем наш пауч собирать и все что мы купили до соберем и частично с моего кошелька тоже какие-то вещи перекочует потому что по сути я же что делаю я собираюсь и набор до который я буду носить вот каждый день дать сперва на перво сразу здесь вот приклею где что это вот даггер это не было в озоне дальше переходим давайте сразу сюда сверху ножик у нас идет а до ножа мы сделали маленький темлячок прямо сейчас и вот на я кстати многие из вас спрашивают да если темлячное отверстие у линейки discover непосредственно у маленьких здесь темлячного отверстия как такого нету но можно вешать на самом деле темляк за глаз или же вот за клипсу как я делаю я часто ношу как бы за клипсу темляки почему потому что и на темляки с бусинами я могу таким образом не обрезать темляк и заново не завязывать то есть я могу на другой нож сразу перенести нож с темляком в лес вот так вот это вот выглядит дальше наш мультитул еще раз да неплохой мультитул мне вот несмотря на вот то что есть маленький этот люфт мне он понравился и в руке хорошо сидит немножко тяжеловат но как говорил борис бритва тяжесть это хорошо тяжесть это надежно и вот так тогда да вот тогда вот мультитул надо вот таким образом классе и легко будет доставаться нож то есть ничего не будет мешать флипперу то есть мультитул вставляем сюда идем дальше что касается фонариков фонарик будет у нас не внутри а почему фонарик я хочу за сюда непосредственно повесить так будет на самом деле удобнее да вот вы достали там из рюкзака там до чтобы не открывать и не искать хоп там два раза нажали и дальше все работает да вы если вам пригодилось все таки это там не тактический фонарь это фонарь чтобы вам что-то подсветить вот так все все отлично теперь висит дальше сюда у нас идет зажигалка потому что если допустим вы курите и так далее чтобы снова да не открывать постоянно ваш паучь зажигалка у нас идет в этот карман вот так дальше открываем и заполняем внутренности теперь карточки которые я ношу у нас пойдет здесь я еще раз напоминаю у нас два кармашка следовательно ближе к ножам вот сюда пойдет карта пойдут карточки дальше давайте сюда добавим наличку вот тоже рядом с карточками у нас будет наличка дальше вот у нас еще тут на самом деле место полно до что можно еще сюда разместить следовательно у меня вниз вот сюда или наверх или вниз пойдет как раз такие таблетницы потому что таблетницу не надо регулярно доставать там да и у меня есть еще ключ ключница где на кей баре также очень хорошо вот здесь ключи помещаются и вот а и забыл ручка ручку тоже разместим здесь по диагонали и вот у нас получился вот такой вот пауч которую можно закинуть в рюкзак или можно в задний карман если в джинсах где у нас получается нож мультитул зажигалка дальше фонарик внутри ручка бастион кстати есть такие ручки поменьше может быть как раз таки вот в том обзоре возьмем что-нибудь поменьше это уже непосредственно мои ключи дальше у нас идет таблетница и деньги карточки все отлично все поместилось до паспорт здесь это не формат паспорта кстати и у нас есть пауч куда помещается паспорт вот может быть если кстати вам подобные видео по наполнению и диси сумочек нравится тоже пишите комментарии мы сделаем наполнение непосредственно нашей здесь нашего и диси кошелька органайзера которую мы разработали вот такой вот и диси набор у меня получился за 10000 рублей пишите что вы думаете как вам вообще формат как вам те вещи которые я подобрал чтобы вы подобрали за эти десять тысяч рублей ну и в описании на самом деле это никакая не рекомендация да то есть то что я приобрел это я приобрел для себя и для этого видео поэтому это никакая не рекомендация но ссылки мы также в описании оставим на этом все друзья спасибо что смотрели всех благ до свидания а